Мама там, была одна компания, собственно, фамилия его Здоровьяки, он был очень физически крепкий, здоровый, гнул там подковы. А лучшим другом у него был немец, фриц Шейфиле. Причем там немцев было много, там был даже еврейско-немецкий колхоз Вильнопрадзе, как и назывался, Вильнопрадзе, еще шутили, хочу роблю, хочу нить. Вот, но он был не из местных немцев, откуда-то он взялся, непонятно откуда. Он преподавал немецкий язык, у мамы там, в школе, причем родители у него жили в Германии. И дружил он исключительно только с евреями, только с евреями, больше не с кем ходил, в гости, пел с ними песни, даже встречался с кем-то там. И лучшим другом у него был тогда у вас здоровья. И родители, родственники успели уехать на подводах за неделю до того, как пришли немцы. А потом уже люди рассказывали, что когда первые мотоциклисты немецкие появились в городе, этот фриц Шейфиле остановил рукой первого мотоциклиста, что-то ему показал, кто-то его взял в мотоцикле и не уехал. И потом он стал бургомистром. И первым делом, что он сделал, до того, как организовали еще ракеты, он ходил и убивал всех своих друзей, евреев, кто остался. Приходил даже к маме, лично, лично с пистолета приходил. Он затем Левой, Левой, тот бежал, он за ним гнался по саду и всем пуль в него выпустил, пока убил его. Потом его где-то прихватили, с группой еще, подступавших там в котле где-то под ясом. И потом судили в 46-м году, его подвесили еще с группой, с каких-то полица и бургомистов. Почему знаю, потому что из Перамаска вызывали там родственников погибших, как свидетели. Вот, такой случай. Второй случай был, жили мы очень небогатые. Не то, что бедные, но небогатые. И часто мама одалживала там 10-15 рублей до получки у тети. Тетя жила, тетя считалась богатым человеком, у нее муж был шапочником, он шил где-то шапки, продавал на базаре. Вот, и очень любили мы ходить к тете Хоне. Не то, что чем-то необычно жила, она кормила тем, чем не было ни у кого, в общем-то. И она дожила 10, по-моему, как сейчас, 10 рублей до получки. И вдруг приходит пожилой еврей, а иногда там приходили, кому-то надо было помочь, кого-то там на лечение отправить, собирали деньги. И говорит, что Отто Майеру очень плохо, его надо ввести, ввести в Одесскую клинику, была платная клиника, профессору показать, и мама отдала эти 10 рублей. Я говорю, что ж, почему же, что это за немец такое, почему надо отдать последние деньги, которые должны до получки. Вот, и оказывается, этот Отто Майер, жена у него украинка. Когда организовали два гетто, там три части, там двумя речками был разделен город на три части. В Олиополе и в Богополе, там немцы стояли, там было гетто, а в Голте румыны. Так вот, там, где румыны постепенно передавали евреев, другое гетто, там их расстреливают. Так вот, этот Отто Майер с женой, они каждый день варили борщ и что-то, и носили в это гетто. А часть евреев осталось живо, те, кто были под румынами, часть гетто осталось живо. Прошли советские войска, тех, кто с немцем не удрал, всех арестовали, немцев и греков почему-то. Греков жило где-то сто семей, почему их арестовали, непонятно. Всех отправили потом в Сибирь. Там было гонение на греков тоже. Да, очень сильно гонение. И евреи эти из гетто шли, просили и требовали, чтобы его отпустили. Его отпустили, и так он спокойно и жил с семьей в этом городке. Ну, вот такой вот случай.